Сыграла не лучшую роль для отношений Советского Союза не только с Финляндией, но и со Швецией и Норвегией. Надо сказать, что в апреле 1940 года Скандинавия была эпицентром главных событий Второй мировой войны. Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу спиленных его преемником великолепных деревьев. Он, Гитлер, вынужден быть гораздо более жестоким к врагам Третьего рейха, но зато и своих немцев он любит более глубоко. Английским подводным лодкам в этот день был отдан приказ вести неограниченную подводную войну в проливах на выходе из Балтийского моря. На следующий день Гитлер, предчувствуя, что Великобритания озабочена проблемой Норвегии и норвежских прибрежных фарватеров, по которым Германию без препятствий найдут суда с железной рудой из Швеции, провел совещание с главнокомандующими армией, авиацией и флота. Обсуждались перспективы высадки в Норвегии и оккупации Дании. Часть генералов указывала на чрезмерный риск норвежской операции. Сомнения появились даже у главнокомандующего военно-морским флотом Эри Хоредера. Гитлер от сомнений отмахнулся. Назвал их очень запоздалыми и был убежден в успехе. Если только мы опередим англичан и сумеем встретить их высадку, уже огнем с Норвежского берега, заявил Фюрер. Сомнения, добавил он, ведут только к опозданию, а опоздавший плачет. Мы заставим плакать англичан. В середине апреля английские криптографы в содружестве с польскими специалистами выполнили первую дешифровку ключа, с помощью которого немцы кодировали свои радиосообщения на машине «Энигма». Ключевые шифровальные установки «Энигмы» были захвачены на германском патрульном корабле. Когда англичане продвинутся в этой работе, германские подводные лодки будут подстерегать неожиданные убийственные сюрпризы и трагедии. Впрочем, и немцы в это же время свободно расшифровывали английские секретные коды. 10 апреля начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Франц Гальбер побывал на испытаниях новой техники. Вот что он записал в дневнике. «Очень хорошее впечатление производит вертолет Флэтнера. Нам следовало бы самим наладить производство машин этого типа для сухопутных войск». «Но разве не прав древнегреческий мудрец Гераклит, сказавший? Война, отец всего». Зима в 1940 году была суровая и продолжительной. Балтийское море целиком замерзало. В начале апреля датские проливы Большой и Малый Бельд все еще были забиты льдом. И только 5 апреля они очистились от крупных льдин. На следующий день в поход вышли немецкие корабли и транспорты с войсками, предназначенными для высадки на крайнем севере Норвегии, в районе порта и города Нарвик. Остальные немецкие группы, чей путь был короче, готовились к десантным действиям в своих базах. 7 апреля и десантные войска Великобритании были погружены на корабли в порту Розаид, но приказы на выход в море не последовало. 8 апреля ранним утром британская эскадра заминировала подходы к Норвегии по шкердным фарватерам. Только совершив это, англичане предупредили правительство Норвегии. Норвегия накануне вторжения не была подготовлена к обороне. Не объявлялась мобилизация или чрезвычайное положение. Даже многочисленные береговые батареи не были приведены к боеготовности. Английский флот 8 апреля сделал попытку перехватить немецкий караван, идущий на север, но полагая, что немцы прорываются в Атлантику, взял курс на северо-восток. Когда же в Адмиралтействе осознали, куда движутся немецкие корабли, было уже поздно. Последовало ошибочное решение высадить на берег англо-французские войска, а кораблем без войск немедленно выйти в море. А между тем, для высадки союзников в Норвегии, именно 8-9 апреля, дорог был каждый час. Уже через два дня германская авиация утвердится на норвежских аэродромах, и союзникам придется проводить десантные операции в гораздо более тяжелой обстановке. Великобритания избегала малого риска, чтобы пойти в конце концов на риск гранатный. 8 апреля 1940 года. Десантные войска Великобритании и Франции уже целые сутки находятся на кораблях. Что могло бы произойти, если бы вечером англичане и французы высадились в тех же самых норвежских портах, куда на следующий день с той же целью прибудут германские транспорты с войсками? Десант под огнем противника, ожидаемый на берегу хорошо подготовленными войсками, как правило, терпит неудачу. Захватив Норвегию с севера, нависающую над Данией, Германией, союзники обрели бы стратегическую инициативу в войне. Под угрозой оказались бы Гамбург и главные базы германского флота. Немецкий удар на Западном фронте можно было бы парировать ответным наступлением из Южной Норвегии в стиле стратегии непрямых действий, лучшей из всех стратегий. Не говоря уже о том, что единственный источник железной руды для Германии, шведские рудники были бы плотно блокированы. Какую бы войну могла тогда вести Германия? Конечно, исключительно оборонительную, и то недолго. Апрельская медлительность дорого обошлась не только Великобритании, но и всем странам, которым предстояло воевать с Гитлером. Высадка немецких войск в норвежских и датских городах началась 9 апреля. В Дании первый день войны оказался и посредним. Датчане хотя и заявили протест, но затем приняли все германские требования. Немецкие войска высадились в Копенгагене без всяких помех. Транспорты с десантом прошли мимо датских военных кораблей, миновали береговые батареи и высадили солдат напротив королевского дворца Амалиенберг. Здесь, правда, случайно прозвучали выстрелы, да еще на дорогах и улицах было задавлено несколько человек. Завтракали датчане еще в независимом государстве, но обедали уже в полностью оккупированной стране. Если потери датчан составили 13 человек убитыми и около 20 ранеными, то вермахт потерял всего 20 человек убитыми и ранеными. 70-летний датский король категорически настоял данной ему властью, опираясь на реальные, находившиеся в его руках прерогативы, настоял на том, чтобы вооруженные силы Дании не оказывали никакого сопротивления вермахту. Единственным человеком в датском руководстве, который придерживался линии на оказание сопротивления, был главнокомандующий вооруженными силами генерал Приор. Задаваясь вопросом о том, в чем же причина этой датской беспомощности, этого отсутствия желания и воли к сопротивлению нацистам, нужно, наверное, упомянуть о том, что несопоставимы были военные возможности Дании и гитлеровской Германии. Наверное, в этой связи есть смысл упомянуть, что Дания находилась в менее благоприятном положении, нежели Норвегия, поскольку в ней не было горных массивов, где можно было бы королю и правительству укрыться, хотя бы на какое-то время, с тем, чтобы возглавить уже оттуда сопротивление гитлеровцам. Но это все, конечно, не очень серьезно, и может быть упомянуто лишь в качестве весьма и весьма косвенных обстоятельствах, сопутствовавших развитию этой ситуации. На мой взгляд, решающим фактором датской беспомощности являются нюансы национального менталитета датчан. Вот то, что я уже назвал отсутствием воли к сопротивлению агрессору. Американский журналист Уильям Ширер в дневниковой записи от 18 апреля так отозвался о трагедии Дании. Заметим, что немецкая оккупация привела датчан к краху. 3 миллиона датских коров, 3 миллиона свиней и 25 миллионов кур-несушек живут на импортных кормах, главным образом из Северной и Южной Америки и из Манчжоуго. Теперь эти поставки прерваны. Дании придется отправить на убой большую часть поголовья скота, одного из главных источников своего существования. Истинный американский взгляд на трагедию. Какой, однако, ужас! Бедные датские коровы, свиньи и куры-несушки. Норвеж создали только к вечеру этого дня, 9 апреля. Но город Осло был захвачен раньше, после смелой, неожиданной атаки воздушно-десантных войск, взявших без боя главный аэродром норвежской столицы. В чем Германия не преуспела в этот день. Многочисленный торговый флот Норвегии почти весь сумел уйти в британские порты, что существенно пополнило английский транспортный тоннаж. В целом, день 9 апреля принес немцам полный успех. Только немедленная контратака на побережье Норвегии большими силами могла бы изменить положение в пользу союзников. Но они медлили. В самом северном, из захваченных немцами фиорда в Норвегии, на другой день начались бои английских и немецких эскадренных миноносцев, проходившие сначала с переменным успехом. Но после подхода крупных английских кораблей, эти морские сражения закончились гибелью 10 германских эсминцев. В севернее Норвега высадились англо-французские войска. Британское адмиралтейство поделило Норвег в качестве ахиллесовой пяты германских позиций в Норвегии. И это было верно, потому что генерал Дитлер захватил Норвег всего лишь с одним полком без тяжелого оружия и артиллерии, которые пошли на дно вместе с транспортами, потопленными англичанами. Полк Гитля, правда, был усилен командами с погибших эсминцев. Гитлер уже 12 апреля запаниковал и хотел во спасение дать приказ генералу Дитлеру оставить Норвег и пробиваться на юг. Генерал Йодель с большим трудом уговорил Гитлера подождать развитие событий. Черчилль полагал, что английский десант необходимо высадить в районе города Транхейм, перерезав тем самым норвежское побережье надвое. Англичане все еще готовились к борьбе за Норвегию, когда им стало ясно, что господство на море невозможно без господства в воздухе. Наступил век авиации. Немецкие летчики начали с захваченных аэродромов воздушные налеты на английские порты. В середине апреля британские войска начали высаживаться севернее и южнее Транхейма. Возник норвежский слоеный пирог. На севере и на юге Норвегии заняли позиции немецкие войска, в центральной части английские, между двумя группировками английских войск, обороняемые немцами город Транхейм. Как мы сегодня знаем из документов, в этот момент оба верховных командования, и Германии, и Великобритании, весьма пессимистически оценивали свои возможности в борьбе за центральную Норвегию. 14 апреля в Москве, в ЦК партии, началось совещание, целью которого было подведение итогов и обсуждение опыта войны Советского Союза с Финляндией. Председатель солей на совещании маршалы Ворошилов и Кулик. Фактически руководил его работой Сталин. Военный совет Красной Армии, состоявшийся в Москве по итогам Советско-финляндской войны, оказался, пожалуй, самым интересным за всю историю военных советов в период с 1936 по 1941 год. Это было собрание, на котором впервые часть будущего советского генералитета позволила себе критические и самокритические высказывания в адрес боеготовности той огромной военно-феодальной силы, которая называлась Красной Армией. Нет, конечно, не было речи о том, чтобы критиковать методы управления войсками, которые практиковал к северу от Ладоги армейский комиссар 1-й ранг Олег Захарович Мехлис, или приказы и методы, которые исходили непосредственно от великого вождя всех времен и народов. Но некоторые знаменательные выводы были сделаны. В этой связи хочется особо отметить выступление довольно храброго, но, может быть, не настолько талантливого человека, каким был будущий генерал армии и командующий западным особым военным округом генерал Дмитрий Григорьевич Павлов. Павлов впервые заявил о том, что в борьбе с врагами народа внутри Красной Армии в период с 1937 по 1938 год получился явный перебор. «Врагов у нас оказалось слишком много», — сказал Павлов, — «а воевать с финами в действительности нам оказалось не с кем». Больше, кроме Павлова, ни один из присутствующих не позволил поднимать столь деликатную тему. В речи Сталина содержались явные и скрытые намеки, даже недовольство на то, что он, несмотря на формально победный результат, оказался серьезно недоволен боевыми действиями Красной Армии. А в условиях европейской войны, которая принимала все большие масштабы, такая перспектива сулила немало печальных последствий. Явно, что по итогам военного совета должны были последовать серьезные кадровые перестанетки. И они последовали. В центральной Норвегии, в районе города Тронхейма, у немецких войск, кроме господца в воздухе, было еще одно весомое преимущество — в желании сражаться активности, в обученности и героизме германского солдата. Во второй половине апреля британские военные лидеры пришли к выводу, что войска, высаженные для атаки Тронхейма, свою задачу выполнить не в состоянии. И во избежание излишних потерь, адмиралтейство приказало флоту эвакуировать их на британские острова. На севере Норвегии, в районе Норвека, продолжали держать тяжелую оборону немногочисленные части генерала Гитля. Английские войска значительно превосходили немцев в число. Британский флот полностью контролировал подходы к северным норвежским фиордам. Подкрепления немцы могли перебросить только по воздуху. В целом, апрель 1940 года можно назвать еще одним победным месяцем германского вермахта. Третий рейх захватил Данию, играющих, и дерзко рискованной игрой в Норвегии доказал превосходство своей военной доктрины над устаревшими представлениями о современной войне западных союзников. Кросс-адмирал, командующий военно-морским флотом Германии Эрих Реда. Родился в семье школьного учителя 24 апреля 1876 года. В германском флоте с 1894 года. С 1910-го служил штурманом на личной яхте кайзера Вильгельма II Гугенцолья. Участник крупнейших морских сражений Первой мировой войны. После нее занимался историей флота. Свободно владел английским, французским и русским языками. Языками вероятных противников Германии на море. В 1928 году Редер стал главнокомандующим ВМФ. Приход к власти Гитлера Редер приветствовал не из политических симпатий. Он не был нацистом, а в надежде, что будет создан новый мощный германский флот. Эрих Редер отдавал предпочтение строительству крупных надводных кораблей. Гросс-адмирал прекрасно понимал, что созданный им флот, даже при наличии гигантских линкоров Бисмарк и Тирпиц, все-таки значительно уступает английскому и не готов к войне с Великобританией. В дневнике в начале войны Редер записал «Нашему надводному флоту не остается ничего другого, как только демонстрировать, что он может доблестно умирать». При всей слабости германского флота операция по захвату Норвегии и Дании была проведена им блестяще. Пожалуй, в этой рискованной операции гросс-адмирал Эрих Редер поднялся на вершину своей военной карьеры. А после взятия вершины, куда обычно ведет нас жизнь, вниз с вершины, так будет и с гросс-адмиралом». Вернемся к совещанию ПЦК ВКПД по проблемам войны Советского Союза и Финляндии. Оно продолжалось четыре дня, с 14 по 17 апреля 1940 года. Синограмма сохранила нам немало уникальных эпизодов. Из выступления начальника управления снабжения Красной Армии Андрея Хулия выяснилось, что Янгадский военный округ накануне войны был лишен не только сухарей, но и теплых вещей, особенно валенок. Валенки начали поступать в армию только в январе. Как вы думаете, кто первый догадался, что после ноября идет декабрь, и что в армии может быть много обнаруженных? Вы абсолютно правы. Но вот как это формулирует главный интендант Красной Армии Андрей Хрулев. Кстати, сразу после Зимней войны он получил звание Героя Советского Союза. Кто первый заметил, вопрошает Хрулев, что армия может очутиться в тяжелом положении, и может быть много обнаруженных? Товарищ Сталин. Голос из зала. Без вас. Конечно, Сталин думал за всех военных сразу, и только он мог догадаться, что зимой без теплой одежды в армии может быть много обнаруженных. А вы говорите, не гений. Еще один маленький легалистический шедевр родился на этом совещании во время обсуждения о слабости разведывательной службы. Вот как это было. Меецков. Если посылаешь командира с посылкой за границу, командир боится идти в такую разведку. Сталин. Не надо связываться с сетью, а одиночкой действовать, как поист. Меецков. Командиры боятся идти в такую разведку, ибо они говорят, что потом запишут, что они были за границей. Трусят командиры. Вмешиваются проспоры. Это начальник разведывательной службы. Командиры говорят так, что если в личном деле будет записано, что был за границей, то это останется на всю жизнь. Вызываешь иногда замечательных людей, хороших, и они говорят, что угодно делайте, только чтобы в личном деле не было записано, что был за границей. Сталин. Есть же у нас несколько тысяч человек, которые были за границей. Ничего в этом нет. Это заслуга. Добавил бы вождь еще. Были за границей, и все еще живы. Какой армии мира возможен такой диалог? Своеобразие ужасающее. Страшное лукавство. Мы разбили не только финнов. Эта задача не такая большая. Главное в нашей победе состоит в том, что мы разбили технику, тактику и стратегию передовых государств Европы, представители которых являлись учителями финнов. В этом основная наша победа. Возгласы ура товарищу Сталину. Овация. Вот как высоко поднял планку победы генеральный секретарь. Вроде был наголову разгромлен еще один поход Антанты против молодой советской России. Никто и не вспомнил, что это Советский Союз начал войну против Финляндии. Во время высадки немецких десантов в портовые города Норвегии подводным лодкам адмирала Деница была поставлена задача образовать на подходе к этим портам завесу прикрытия. Подводные лодки должны были встречать в море английские конвои и атаковать их. Подходящих целей, не расположенных веером вдоль побережья германских подводных асов было более чем достаточно, но результаты оказались минимальными. Подвели немецкие торпеды, которые взрывались преждевременно или не взрывались вообще. Например, уже знакомый нам командир У-47 Гюнтер Плин 16 апреля выпустил по стоящим транспортом 8 торпед. И ни одного взрыва не последовало. Еще через несколько дней эта же лодка атаковала линейный корабль. Торпеды вновь не взорвались. И после того, как У-47 выдержала ожесточенную атаку глубинными бомбами, Плин, вернувшись из похода, заявил, что больше не собирается воевать этими деревянными болванками. Торпедный кризис подвел и большинство других подводных лодок. По подсчетам адмирала Карла Деница, его подводники четырежды атаковали линейные корабли, десять раз эскадренные миноносцы, столько же раз транспорты, потоплен же был только один транспорт. Неэффективным оказалось главное немецкое оружие на море. В Германии началось расследование причин несовершенства торпед. 30-го поля начальник генерального штаба германских сухопутных войск Франц Гальдер спросил у представителя штаба оперативного командования вермахта Альфреда Йодля. Когда может начаться наступление на Западном фронте? Примерно через пять дней ответил приближенный Гитлеру генерал Йодля.